И снова здравствуйте! С вами на связи Валерий Иванов и сегодня я расскажу вам о том, как установить, запустить и начать работать в замечательной программе под названием TheBat. Это почтовый клиент, мой любимый. Выходим на сайт readlabs.com либо просто можете в поисковике задать скачать TheBat. Загружаем последнюю актуальную версию. Она у нас идет от 28 мая 2013 года. После загрузки запускаем стандартный инсталлятор. Далее принимаем условия соглашения. Далее выбираем полную установку. Опять нажимаем кнопку «Далее». Установить. Все, процесс инсталляции закончен. Запускаем программу. Дальше. Защита данных. Если вы хотите каким-то особым образом защитить ваши данные, шифрованием, то ставьте вот эту галочку «Защита данных». У меня нет никакой суперсекретной информации, поэтому я просто нажимаю кнопочку «Далее». Здесь то же самое. Каталоги. Если у вас на компьютере стоит жесткий диск нового поколения, твердотельный диск с SD, тогда я бы рекомендовал вам изменить каталог по умолчанию, которого предлагает TheBat, и перенести ваши данные, хранилище папок, куда-нибудь на hard drive, на жесткий диск с вращающимися шпинделями, на классический жесткий диск HDD. Другое место, чтобы минимизировать количество циклов записей и считывания с вашего SSD диска. Если вы не знаете, что у вас стоит, то, скорее всего, у вас обычный классический жесткий диск hard drive, поэтому ничего не меняйте, оставьте все по умолчанию. Ставим галочку «Создать эрдок на рабочем столе», это достаточно удобно. Нажимаем «Окей». Дальше. Вам нужно либо создать новый почтовый ящик, если вы впервые используете, либо восстановить данные из резервной копии, если вы когда-то делали резерв. Но давайте так. Сейчас я расскажу о том, как создать новый почтовый ящик, а о тонкостях настройки работы с программой я расскажу в других видео. Как восстанавливать, как создавать резервные копии. Выбираем «Создать новый почтовый ящик», нажимаем «Далее». Название ящика. Я давно рекомендую людям использовать название ящика каким-то образом связанное с теми цифрами или с теми данными, которые вы не забудете. Я использую давным-давно цифры номера своего сотового телефона. Создадим ящик на сервере Mail.ru для простоты. Так, дальше. Если вы не продвинутый пользователь компьютера, оставьте протокол по три по умолчанию. Протокол IMAP предлагает активно использовать сейчас на Gmail. Это более современный, более защищенный протокол, осуществляющий связь между папками, расположенными на вашем компьютере в почтовом клиенте, и папками, расположенными на хранилище самого Google в режиме реального времени. То есть там происходит ежесекундная синхронизация содержимого папок. Если вам это не нужно, просто оставьте POP3. Классический протокол, которым используются практически все по-прежнему. POP3. Дальше видите, BAT уже подставил нам адрес сервера получения, отправки почты POP3 и smtp.mail.ru. Здесь ничего не меняйте, просто нажимаете Далее. Нажимаем Далее. А вот здесь уже нужно будет ввести пароль. Тот пароль, которым вы пользуетесь, пользовались точнее ранее, для доступа на ваш почтовый сервер через ваш браузер. Больше вам его использовать не придется, поскольку вы всю почту будете получать в полностью автоматическом режиме здесь у себя на компьютере, в вашем почтовом клиенте. Вводим пароль. И ставим галочку Оставлять письма на сервере. Чуть попозже я объясню, зачем это нужно. И нажимаем Далее. Через локальную сеть. Далее. Хотите проверить остальные свойства почтового ящика? Поставьте Да. Сейчас я вам покажу, зачем это нужно. Вот мы вышли в интерфейс настройки почтового ящика. В общих связнях вы можете указать ваше фио, фамилии, имя, отчество, обратный адрес по умолчанию. Можете указать любой. Дальше нам интересен раздел транспорт. Вот здесь смотрите. В новой версии БАТА, которую я только что скачал и установил, предлагает порт для отправки 587-й. Вы знаете, давайте сделаем так. Поставим классический 25-й порт, как это было всегда. И оставим именно 25-й порт, чтобы не мучиться с протоколами аутентификации. Так, нажимаем аутентификацию почты. Галочка у нас уже стоит. Аутентификация СМТП. Нажимаем ОК. Вот здесь внизу галочка еще есть ПОП, прежде чем СМТП. Зачем это нужно? Для большей безопасности, если вы хотите, вы можете эту галочку включить. Но перед тем, как вы будете отправлять любую почту с вашего почтового клиента, БАТ сначала свяжется с сервером и получит почту, а потом уже отправит ваше письмо. Если вас это не напрягает, ставьте. Ну, мне кажется, это неудобно. Я получаю почту, тогда я когда хочу получать, отправляю, тогда хочу отправить почту. Нажимаем ОК. Так, 25-й порт мы ввели, 110-й порт у нас стоит ПОП. Протокол стандартный. Здесь больше ничего не менять и не нужно. Все как есть. Аутентификация мы ставим обычную. Дальше ПОП-3. У нас протокол ПОП-3 остается. Управление почтой. Помните, я поставил галочку «Оставлять письма на сервере». Зачем это нужно? Если вы эту галочку не ставите, то у вас будет ставить вот галочка вот здесь, флажок «Удалять полученные письма сервера». Что это значит? Как только вы получили почту на свой почтовый клиент, все письма на сервере, на Mail.ru в нашем конкретном случае, они удалятся. На всякий случай я все-таки оставляю и ставлю срок хранения писем на сервере 180 дней. Вы можете ставить любой срок, это полгода. Можете поставить год, можете поставить пять лет, можете поставить неделю. Сколько вам удобно? Дальше идем. Что у нас еще интересного здесь есть? А, в управлении почты еще есть очень такая интересная штучка, вот галочка «Автоматически вызывать при каждой проверке диспетчер писем». Когда мы сейчас с вами будем проверять почту, я покажу, что такое диспетчер писем, как он работает и зачем он нужен. Это очень удобная вещь, поэтому я ставлю флажок вот здесь. Да. «Вызывать при каждой проверке писем». «Параметры файла каталоги». Вот здесь еще есть очень много настроек, но я, наверное, сделаю отдельное видео и расскажу по каждой вкладочке отдельно, потому что это займет очень много времени. Наша главная задача с вами сегодня – запустить почтовый клиент и попробовать получить почту. Нажимаем «Ок». Вот он отлично загрузился, наш БАД. И дальше мы смотрим на есть одно письмо. Первое письмо всегда по умолчанию после первой инсталляции почтового клиента компания ReadLabs приветствует нас и благодарит за приобретение нашего покупка. Дальше очень интересная вещь – письма, непрочитанные письма. В цветовых группах я помечаю красным цветом. Сейчас объясню, что это такое. Когда у вас приходят письма, непрочитанные письма у вас будут выделяться жирным шрифтом, курсивом. Мне это не очень удобно, поэтому я здесь сразу изменю. Свойства, настройка, цветовые группы и изменить. Теперь смотрите, непрочитанные письма, они стоят по умолчанию черным цветом, а я их поставлю красным. Что мне это даст? Как только приходят письма, непрочитанные, вся непрочитанная почта у меня будет выделяться красным цветом. Ее очень хорошо заметно. А все прочитанные письма будут выделяться вот таким вот черным тоненьким шрифтом. Ну что, давайте попробуем получить нашу почту. Когда мы нажимаем «Получить письма», у нас появляется диспетчер задач. Вот, смотрите, появился диспетчер задач. Давайте его вытянем так, как нам удобно. Теперь смотрите, вот здесь мы можем окошки менять, прочитанное, получить и удалить. И смотря от того, какие флаги у нас здесь с вами стоят, мы можем либо получать почту, либо не получая, сразу удалить ее на сервере. То, что нам не нужно, мы берем и удаляем. Если вы хотите получить все письма, вот вы можете просматривать таким образом. Откуда у меня столько писем? Дело в том, что мои письма хранятся 180 дней на сервере, а сейчас я специально для того, чтобы записать учебное видео, удалил папку и создал ее по новой. И БАД понимает, что это первое обращение к серверу, и поэтому получает абсолютно все письма, которые у меня имеются на сервере в данный момент. Я нажимаю «Получить» и получу все письма, всю почту, которая у меня скопилась за это время. Вот, посмотрите, пошел процесс получения почты. Писем достаточно много, писем несколько сотен, в том числе и старые письма. И вот здесь, в правом нижнем углу у вас появляется такое плавающее окошко. Я обычно его удаляю, чтобы оно не мешало. Просто правой кнопкой нажимаем, вызываем контекстное меню и выбираем «Скрыть». Вот, пожалуйста, идет процесс получения нашей почты. Вот какой-то вирус ко мне закрался. Давайте попробуем создать новое письмо и отправим это письмо сами себе, чтобы убедиться, что у нас все настроено верно и почта работает. Поле «Копия» мы удаляем и напишем, давайте, свой собственный почтовый ящик. 404-32-0. собакамейл.ру И тему письма давайте напишем. Тест. Это же тестовое письмо. Нажимаем «Отправить». Вот здесь внизу в диспетчер задаче у нас, смотрите, соединение завершено, отправлено одно письмо. И смотрим в папке «Отправленный». Вот одно письмо единственное, кому мы отправили Валерию Иванову. Это письмо тестовое. Когда оно было отправлено. И теперь давайте получим это же самое письмо. Нажимаем «Получить». И у нас тут же появляется диспетчер задач, который показывает, что у нас на сервере имеется одно новое письмо. Нажимаем кнопочку «Получить почту». Получаем и смотрим. Вот оно письмо, которое мы только что написали. Тест. Вот оно у нас таким образом есть. После того, как 3 секунды курсора у вас держится на письме, остается, письмо считается прочитанным, и с него снимается флаг непрочитанного письма. То есть оно будет уже не красным, а таким вот черным цветом. В общем-то на этом первичные настройки почтового клиента закончены. Если у вас остались вопросы, пишите, оставляйте комментарии под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе самых последних, самых интересных новостей в области заработка в интернете или по работе с такими интересными программами. В следующих видео я расскажу о тонкостях настройки почтового клиента и о его, ну я считаю, просто безграничных возможностях. Спасибо, что были со мной, всего хорошего, до свидания, пока!